Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 29 декабря, и у нас заключительный обзор в этом году. Уже на новых обзорах мы встретимся на второй неделе января. Ну а теперь давайте посмотрим, чем у нас закрываются финансовые рынки в этом году. Начнем обзор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели по продолжению это закрепление выше отметки 1.1958, далее движение на 1.20. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях вчерашнего дня, это отметка 1.1839. Пара британский фунт и американский доллар также продолжают свое восходящее движение. Подошли к уровню сопротивления максимальных значений, которые мы видели в середине декабря. И после преодоления уже данных уровней, следующая цель по движению это область 1.135.32. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях четверга, это отметка 1.13391. Пара американский доллар, канадский доллар продолжают свое нисходящее движение. Следующая цель находится в области 1.2441. И ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях в области 1.2660. Пара американский доллар, японская иена продолжает свое нисходящее движение. Следующие цельвые уровни находятся в области 1.112.50 и далее уже на 1.111. А ближайший разворотный уровень мы можем отметить на максимальных значениях четверга в области 1.1326. Пара австралийский доллар, американский доллар продолжает также восходящее движение. Пока не смогли обновить максимальные значения, которые мы видели вчера, но именно там находятся ближайшие цели по движению на сегодня. Закрепление выше отметки 78.09. С последующими целями движение на 78.75. А ближайший разворотный уровень для возобновления коррекции нисходящей по данному активу находится в области 1.7763. Минимум, который был зафиксирован вчера. Еврофунт продолжает свое восходящее движение. Ближайшие цели – это закрепиться выше максимальных значений этой недели. Отметка 88.93. Ну и далее пойти уже на 89.24. Ближайший разворотный уровень находится на минимуме, который был зафиксирован вчера в области 88.65. Золото также продолжает укрепляться. Следующая целевая область – это значение 1306 долларов за тройскую унцию. Ну а ближайший разворотный уровень находится на минимуме четверга – отметка 1.286. Нефть марки Brent также продолжает свое восходящее движение. Следующие цели находятся в области 70 долларов за баррель нефти марки Brent. А ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях среды четверга – это область 66.19. После ухода ниже данного уровня мы можем говорить о вновь начале коррекционного нисходящего движения по нефти. Индекс DAX продолжает свое нисходящее движение. Вчера обновили минимальные значения, доходили до отметки 12.964. И именно там находится цель на сегодня, то есть закрепление ниже минимальных значений, которые мы видели вчера, но и далее уже пойти на 12.886. Ближайший разворотный уровень по данному инструменту находится на отметке 13.070. По биткоину коррекция продолжается. Ближайшая цель – это уйти ниже отметки 13.419 долларов за один биткоин. Ну и следующая цель – это область минимальных значений, которые мы видели на прошлой неделе – 10.500 долларов. Возврат к покупкам, а значит возврат к росту по данному активу, мы сможем отслеживать после преодоления максимальных значений, которые мы видели вчера, в области 15.417. На текущий момент коррекция по биткоину сохраняется. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Всем желаю хорошего нового года. Всех поздравляю с началом нового 2018 года. И напоминаю, что мы с вами увидимся на второй неделе января и возобновим наши обзоры. Всем желаю хороших праздников и до свидания.